А спонсор данного видеоролика Пинок под сраку, лучший мотиватор в вашей жизни. Привет всем зрителям пьяного угара и ламповых обзоров на трейлеры вскоре выходящих фильмов. С вами Илья Оникс и сегодня мы сделаем небольшой смотр на трейлер ожидаемого русского фильма, который называется Притяжение. Стиль Федора Бондарчука прослеживается сразу. Я думал, что я не увижу после смотра на трейлеры фильма «Защитники» чего-то столь невменяемого еще раз. Рейтинг возрастного ограничения фильма меня сразу радует, в отличие от творения Сарика Андреасяна, которое зрители щедушно охоронят еще до его выхода. Сразу же, буквально с первых секунд трейлера, нас снова пытаются убедить в том, что инопланетный разум не нашел никакого более удобного пристанища для своей жопы, кроме как планета Земля на задворках вселенной. Самому по себе убогому и заезженному сценарию абсолютно тривиального вида добавляет еще и спонтанность и абсолютная непредсказуемость в кавычках русского кинематографа, который добавляет всяких ободственных ушлепков вроде главных героев. Я уже не говорю о том, что ставить рядом наименование таких студий, как Columbia Pictures и канала Россия 1, а также ноунеймерской студии Водород является само по себе оскорблением всей киноиндустрии. А что же мы видим дальше? Собственно, опять же, отрисованные в CGI примитивные анимации, разрушения зданий и сферу инопланетян, спизженную, я думаю, опять же из какого-то американского фильма. И по ходу трейлера, кстати, становится непонятно, все-таки чья это баба одна из героини фильма. То ли жена генерала, который заправляет всей армией, то ли девушка этого ободственного ушлепка, которого нам пытаются выкатить за главного персонажа. Дальше следует абсолютно бессвязный набор нарезки частей фильма, в которых мы увидим агрящуюся тёлку, супер-пупер анимации, которые можно сделать за 3 минуты в After Effects, и разного рода спецэффекты, которые сопровождаются постоянными вставками о том, что это фильм Фёдора Бондарчука, и не стоит к нему протягивать свои руки. И в конце, друзья, я хочу, чтобы вы послушали самую пафосную херню, которую я слышал в своей жизни.